При вычислении DPF часто ставится задача автоматического определения значений модуля DPF, превосходящих некоторый заданный порог ε и соответствующих дискретных нормированных частот K. Фактически эта задача сводится к выделению полезного сигнала из его аддитивной смеси с шумом. При этом довольно часто в качестве модели шума рассматривается нормальный белый шум, то есть белый гауссовский шум. Задача очистки от шума возникает довольно часто в самых разных приложениях. В рамках нашего урока мы ограничимся рассмотрением двух наиболее простых критериев, однако от их простоты совершенно не следует, что их нельзя применять на практике. Во многих случаях они используются и довольно успешно. И согласно данным критериям, значение модуля DPF аддитивной смеси сигнала с шумом относит к полезному сигналу. И как раз сейчас мы рассмотрим эти самые критерии, то есть эти самые правила. Итак, их два основных. Первый критерий. Аналитическое выражение приведено на данном слайде. Суть заключается в следующем, что при заданном пороге ε1, как именно определить этот порог мы скажем чуть позже, так вот при этом заданном пороге ε1 значение модуля DPF относит к полезному сигналу, если выполняется условие, приведенное на данном слайде. При этом модуль x от k это значение модуля DPF аддитивной смеси сигнала с шумом. Так вот, если это отношение превосходит порог ε1, то соответствующая величина k относится к сигналу, в противном случае она относится к шуму. И второй критерий. Он немного похож на первый, однако вычисления здесь осуществляются несколько иным образом. То есть при заданном пороге ε2 значение модуля DPF относит к полезному сигналу, если выполняется условие, приведенное на данном слайде. Отношение квадрата модуля x от k к p среднему больше ε2. Где P средняя – это средняя мощность аддитивной смеси сигнала с шумом. Средняя мощность определяется как отношение энергии к длине последовательности. То есть сумма модуль x от k в квадрате, деленная на n. Теперь несколько слов о том, как именно определить значения ε1 и ε2. Сразу скажем о том, что те формулы, которые позволяют это сделать, не дают конкретное значение ε1 и ε2, предоставляя пользователю, то есть обработчику, возможность самому задать эти значения. Они лишь определяют границы, то есть нижнюю и верхнюю границы, в пределах которых должны находиться данные значения порогов. И если они попадают в эти самые границы, то выбор любого значения гарантирует, что использование вот этих вот критериев позволит нам успешно провести очистку сигнала от шума. Конечно же, граничные значения порогов в данных формулах можно определить только в том случае, если у нас априорно известный сигнал и шум, либо известны их модели. Когда ведется обработка реальных сигналов, то значение порогов ε1 и ε2 задается, исходя из требований конкретной задачи. Однако, как уже было сказано, использование данных критерий на практике также возможно и позволяет провести очистку от шума в том случае, если уровень шума не превосходит уровень сигнала. Поскольку в том случае, если это нарушено, то есть если уровень шума все-таки превосходит уровень сигнала, то решение задачи шумоочистки требует принципиально иных подходов. Далее рассмотрим вопросы, связанные с восстановлением непрерывной спектральной плотности конечной последовательности. Как известно, спектральная плотность конечной последовательности х от n длины n' определяется на основе преобразования Fourier, которая для аналоговых сигналов записывается в интегральной форме, а для дискретных сигналов, соответственно, в виде суммы. Рассчитывается спектральная плотность на периоде равном частоте дискретизации ωd равная 2π деленное на t. И на данном слайде в верхней части, как мы видим, приведена формула, связывающая значение спектральной плотности в дискретных равноотстоящих точках и значение dpf. Как мы говорили ранее, значения dpf в точности совпадают со значениями спектральной плотности в дискретных точках. Итак, значения спектральной плотности в L равноотстоящих точках на периоде ωd при условии, что L больше n определяются по формуле, представленной на данном слайде. При этом L маленькая – это так называемая дискретная нормированная частота, а Δω – это период дискретизации по частоте, который определяется как Δω равная отношению ωd к L, или другими словами 2π деленное на Lt. Тот же самый результат будет получен, если конечную последовательность х от n длины N дополнить нулями до длины L. То есть, по большому счету, это есть не что иное, как искусственное увеличение длины, поскольку дополнение нулями не влияет никаким образом на информативность самой последовательности. И, наконец, окончательная формула приведена на данном слайде. Здесь необходимо помнить о том, что разрешение по частоте, под которым в ЦОС традиционно понимают минимальное расстояние между дискретными гармониками в DPF, определяется исключительно периодом дискретизации по частоте. То есть разрешение по частоте определяется величиной ΔF равной отношению fd к n. И при фиксированной частоте дискретизации fd это самое разрешение по частоте зависит только от длины или, другими словами, периода последовательности, поскольку именно она, то есть именно частота дискретизации и только она определяет спектральный состав последовательности, то есть набор дискретных гармоний. В связи с этим увеличение длины конечной последовательности за счет добавления l-n нулей и, соответственно, уменьшение периода дискретизации по частоте до величины ΔF с волной равной fd на l не меняет разрешение по частоте, то есть, другими словами, дополнение нулями не влияет на разрешение по частоте, а это лишь улучшает условия различения близко расположенных частот дискретных гармоник. То есть, если требуется именно изменение разрешения по частоте, то здесь тогда необходимо менять частоту дискретизации, то есть либо делать ее более частой, либо, наоборот, более редкой. То есть, в свою очередь, решать задачи интерполяции или прореживания. Рассмотрим в рамках данного урока еще один важный вопрос, связанный с восстановлением аналогового сигнала по отчетам DPF. Вообще говоря, эта задача — восстановление аналогового сигнала из дискретного или, как в данном случае, на основе значения DPF, она является достаточно важной, поскольку подавляющее большинство реальных процессов являются аналоговыми, то есть непрерывными. Однако мы их для, так сказать, возможности и удобства обработки представляем набором дискретных отсчетов. Это можно сделать по той причине, что была в свое время доказана теорема Котельникова, которая говорит о том, что любой сигнал с ограниченным спектром может быть без потери информации представлен набором дискретных отсчетов, взятых через интервал t меньше либо равной единице, деленное на 2f верхнее, где f верхнее — это верхняя граничная частота спектра аналогового сигнала, которая, как правило, определяется по одному из критериев, либо по критерию, скажем, 10% уменьшения модуля спектральной плотности, либо 5% и так далее. То есть теорема Котельникова говорит нам о том, что, во-первых, при определенных условиях аналоговый сигнал может быть представлен дискретными отсчетами, и причем это может быть сделано без потери информации, это первое. И второе, она говорит нам о том, каким образом в этом случае необходимо выбирать период дискретизации по частоте. Опять же, теорема Котельникова не позволяет нам определить точное значение периода дискретизации по той причине, что она позволяет определить верхнюю границу для этой самой величины. А выбор уже периода дискретизации — это уже прерогатива обработчика. То есть он выбирает таким образом, чтобы вот эта вот величина Т не превосходила отношение единицы, деленное на 2F верхняя. Так вот, возвращаясь к дискретному преобразованию Фурии, необходимо сказать, что DPF может использоваться для восстановления аналогового периодического сигнала с фенитным спектром, который расположен в области дискретных нормированных частот К от минус n пополам до n пополам минус 1. И само восстановление осуществляется по формуле, представленной на данном слайде. Эта формула представляет собой усеченный ряд Фурии. При этом отчеты XA от K связаны с отчетами DPF к следующим соотношениям, которое представлено на данном слайде. Тот же самый результат будет получен при восстановлении аналогового сигнала непосредственно с помощью усеченного ряда Котельникова. Ряд Котельникова — это, по большому счету, представление с использованием функции sinx деленная на x, которая в ЦОС также иногда называется sinc. И, кстати говоря, в MATLAB эта функция имеется как стандартная, то есть нет необходимости ее прописывать в виде отношения sinx на x, особенно если аргумент является некоторой сложной функцией, можно использовать непосредственно функцию sinc. Необходимо только помнить о том, что по умолчанию аргумент функции sinc умножается на π. Поэтому если это не требуется делать, то, соответственно, нужно выполнить деление на π. Ну и еще раз в завершении скажем, что результат восстановления по отчетам DPF и на основе ряда Котельникова, то есть эти два средства позволяют нам получить в конечном итоге один и тот же результат. Рассмотрим несколько примеров, выполненных в среде MATLAB, иллюстрирующих то, о чем шла речь в данном уроке. Первое, что мы рассмотрим, это задача очистки сигнала от шума. Итак, вначале рассмотрим аддитивную смесь сигнала с шумом. Мы по-прежнему работаем с двумя гармониками. Рассматриваем последовательность, то есть сигнал длины n равная 64. График смеси сигнала с шумом приведен на данном слайде. График показан в шкале дискретного нормированного времени n. Далее рассмотрим представление данной аддитивной смеси при вычислении DPF. То есть, другими словами, рассмотрим модуль DPF сигнала с шумом. Соответствующий график показан сверху, а снизу показан график нормализованного амплитудного спектра. Справа на данном слайде мы видим значения границ, которые будут нами использованы для задания порога. Верхняя граница все время постоянной равна единице. Нижняя граница равна по результатам вычислений 0,282. И, соответственно, выбираем фактическое значение порога внутри этих границ. Возьмем его с некоторым запасом, равное 0,3. Далее проиллюстрируем работу второго критерия. Опять же, график амплитудного спектра и график нормализованного амплитудного спектра. Только в данном случае уже эту самую нормировку мы делаем по отношению к средней мощности. Опять же, справа показаны значения граничные. Нижнее граничное значение 1,465. Верхнее 18,362. И выбираем фактическое значение. В данном случае возьмем его равное 2. Как нетрудно заметить, оно точно укладывается в определенные границы. Рассмотрим следующий пример, связанный с восстановлением аналогового сигнала по отчетам DPF. На данном слайде приведены все необходимые нам графики. Левый верхний график показывает исходную периодическую последовательность на фрагменте длины 64. Справа, соответственно, показано дискретное преобразование Фурье и этой самой исходной периодической последовательности. В середине, на средней полосе, мы видим восстановленный аналоговый сигнал. Для вывода аналогового сигнала мы используем функцию PLOT, которая как раз и применяется для визуализации непрерывных сигналов. Справа показан спектр восстановленного аналогового сигнала. И, наконец, самый нижний график иллюстрирует исходный аналоговый сигнал, который нам нужен для того, чтобы мы могли сравнить восстановленный и исходный сигналы. Как нетрудно заметить из данных графиков, они являются идентичными, что говорит нам о точности восстановления аналогового сигнала на основе аппарата DPF. Продолжение следует...